What's up, народ? На связи Финэйта, 46 серия бункеров. Чуваки, погнали. Ребята, вы могли заметить, что последние две серии бункера собрали очень мало просмотров. Это потому, что много людей его смотрят, но мало людей ставят лайки, проявляют какую-либо активность. Из-за этого Ютуб их не продвигает, и даже те люди, которые хотят видеть следующую серию, Ютуб просто им её не предлагает. Да, Ютуб такой застранец. Поэтому, ребята, прошу вас, поддерживайте мои серии лайками, комментариями и репостами. Реакция это тоже касается. Так, это у нас эти самые чуваки из церкви. Что у них тут происходит? И сказал он им, приходите. Питарк, Питарк, Питарк. Извините меня, братья и сестры. Мне нужно отлучиться по небесным делам. Брат Мак продолжит за меня молитву. Что так медленно? Не успеет дойти. Зачем ты прерывал мою речь, сын мой? Отче, я не хотел прерывать вашу молитву. Но дело серьёзное. Вы должны это услышать. Что я должен услышать? Там какие-то еретики. По радио такое вещает. Хорошо, сын. Веди. Мне стало интересно, что там про нас говорят еретики. Ля, зачем ключа проволока, типа, вокруг церкви? Шо, типа, бог не защитит шлю? Послушай, брат, ты не должен делать никаких глупостей. А иначе тебя отправят с шахты на исправительные работы. А как же, Камила? Мне что, её ставить там одну? Она в этих шахтах одна. Ей, наверное, очень страшно. И что? Ты хочешь составить ей компанию? В кандалах и с киркой в зубах? Нет, я ей помогу, и мы сбежим из этого адского места. Ты же пару недель назад говорил, что это райский уголок на земле. Всё изменилось. Они держат мою любимую в запрети. Не зная, что она хотела украсть, но полтора месяца. За такую херню это несправедливо. И ты говоришь о справедливости? Ты уже забыл, что мы делали с ворами на корабле? Тогда на корабле всё было по-другому. И мы всё это делали, потому что твой отец нам это всё приказывал. А если тебе не нравилось, почему ты просто не взял и не ушёл? Да куда бы я пошёл? В круг зумбу. Позади твой отец, которая убила всех, кто его не слушается. Ну конечно, во всех бедах виноват мой отец. А своей башки на плече что ли не было? Да ты достал меня уже. Если ты не будешь мне помогать, тогда отстань у Миша. Ой-ой-ой, конфликты. Я потерял уже в свет своих братьев и отца. И не позволю тебе... Или, не знаю, убьют друг друга. Да отойди от дведеньки. Ля, пошло. А тут думать нечего. Нужно быстрее бежать за ним. У меня нет времени, чтобы возвращаться в бункер. Красава. И зачем тут оружие реально, если есть топор вон? А-а-а. Вон оно чё. Блин. А я себя стал накручивать. Ё-моё. Я стал накручивать. Типа думал, схватили какие-нибудь сектанты. Или там мародёр. Или ещё кто. Или в ловушку вообще попало. Вот с домби. Ну она хотя бы на дерево. Он взрывалась нормально вообще. Почему я не успела сделать стрелы вовремя? Капец. Просто жесть. Надеюсь, он привитит кого-нибудь на помощь. Ища придёт. Вы кто такие? Вы кто такие? У вас не звали. Дите нахер. Так, а это чё, это шахта или? А, нет, сектанты. Да? Падре. Да. Сделал запись. Сейчас я её включу для вас. Опа. Лина. С вами снова на связи. Лина. Блин, это реально напоминает какой-то Far Cry. Типа там тоже всякие сектанты есть вот в пятой части, да? Да и в предыдущих там тоже, ну типа около того. Всякие вот эти вот пропаганда по радио, типа там вещают всякие то... Челы, которые вербуют, ну типа свои секты, да? Либо же по австанции там своё радио, короче, делают тоже, чтобы вербовать нормальных людей. Действительно так же. Блин, прикольно очень. Крута идея. А значит, грядёт послабление в количестве зомб на квадратный метр. Но знайте, что их всё равно гораздо больше, чем было до зонами. Так что, выходя из дома, не забывайте брать с собой оружие. Так же ходят слухи о некой церкви Возрождения, которая зомби по неведомой причине обходит стороной. Нифига. Знаете, что всё это ложь, и этими байками церковь пытается вербовать обычных людей в свои ряды. Ну вообще да, как бы действительно, зачем тогда им колючее проволковал? Если вы поверили в это якобы чудо и жаждете защиты в столь нелёгкое для человечества время, то советую вам не искать эту церквушку, а сразу идти в лагерь свободы. Если вы готовы работать на благо общества, вас там примут, накормят, защитят и вылечат. И по своему опыту скажу, что это не сказки, а реальность. Лагерь свободы? Серьёзно? Рады всем желающим. В жопу его. Ну а на этом новости этого часа заканчиваются. И с вами была Алина. Пожалуйста, не дайте себя одурачить и обрегите себя. Что эта сука себе позволяет? Как она смеет идти против Слова Божьего? Нужно предать её огню! Огню! Блин, просто представь, как пятёрка записывала это с каким-то лицом сидел. Дрек, падре, успокойтесь, вам нельзя нервничать. Да я не нервничаю, я просто в гневе! Что я могу сделать, чтобы вы успокоились? Брат, Юлай, разузнай для меня. Где находится эта стерва? Не за пятёрку, а она выглядела лайковский. И с кем живёт? Мы должны срочно собрать инквизиционный отряд. Хорошо, падре. Я не знаю, прям, я когда его вижу, у меня прям улыбка на лице появляется, типа, когда я его вижу в бункере. Потому что я прям ждал этого персонажа, типа. Ну что, Юлай, ты выяснил, что это заблудница была? Да, падре, мы всё про неё разузнали. Хорошо. Ну вот, действительно, тот персонаж, которого прям, ну, не хватало, типа, потому что я вот, я не помню, говорил я об этом или нет, типа, то, что бункер, ну, он как-то, знаете, начал лично мне как-то немножко поднайдоедать, что ли, я не знаю. Ну, типа, всё как-то шло однообразно, что ли, где-то вот начиная с тридцатых, там, ну, где-то плюс серии, да, и заканчивая, там, сорок четвёртый, вот. А вот сорок пятый, собственно, появились вот сектанты, и тут-то прям вот добавилось прям что-то новое. Давай всё, что про неё узнал. Она, её команда, укрывается в горах, в старом бункере, а рядом с ним там радиовышка, с которой... Прям вот, ну, реально, открылась прям по-новому. А что по численности её отряда? Новое дыхание бункеров. И как хорошо они вооружены, тебе известно? Да, патри. Их не больше десяти человек, и у них есть оружие и патроны. Также вокруг их бункера есть растяжки, но неизвестно, после знамя остались они целы или нет. Хорошо, тогда не будем упокаивать их. Сначала нам нужно разобраться с этими еретиками из лагеря свободы, которые не примкнули к нам. А после этого, тогда уж и займёмся этой девицей из бункера. Падре, у меня есть предложение. Говори, Илай. Падре. Я тебя слушаю. Я могу взять с собой двух бойцов, и мы отправимся к этому бункеру. Мы сделаем вид, что пришли с миром, и попробуем завербовать её или её друзей к нам в церковь. Илай, а зачем нам это всё? Может быть, просто упокоим их? Мы устроим раскол в их общине. Илай, ну зачем нам это всё? ...соединиться к нам. А когда с лагеря свободы будет покончено, мы нанесём удар по их бункеру. Хорошо, Илай. Мне нравится твой план. Я благословляю твою затею. Вот, Илай. Эти братья отправятся с тобой. На всякий случай я дал им орудия. Хорошо, Падре. Мы отправляемся. Священники с автоматами. Что может быть прекрасней? Брат, сестра, примите эти кресты. Держи. И ты тоже возьми. Зачем? Зачем им оружие? Я не понимаю. Типа, почему они не ходят там, словом божьим, не убивают пчелов? Там, призвать можно бога, молнию, типа. А теперь отправляйтесь. Было бы прикольно, действительно, если были какие-нибудь, знаете, тут мистические силы, типа как в Сталкере вообще бы было бы прикольно, кстати. Типа, знаете, аномалии там всякие, что-нибудь ещё. Ну ладно, это уже там мои какие-то. Вы знаете, что на вас лежит сложная миссия. Не, ну типа можно было бы, знаете, так для разнообразия, типа, если бы вообще прям куда-то в какую-то мистическую прям хероту скатить и бункера. Реально добавить какие-нибудь аномалии или там какие-нибудь магические всякие штуки, которыми можно было бы управлять. Это было бы не подведите Всевышнего. Если я буду снимать, короче, когда-нибудь свой сериал, то я, может быть, сделаю такое. Но вряд ли это когда-то будет. Прости, брат, ты не оставил мне выбор. Все видят по-своему. Ну это было бы что-то вообще из-за разряда фантастики. А здесь же у нас что-то более такое приближено к реализму. Представляешь? А это не они там идут? А это кто? Стойте, я не стрелять буду. Пожалуйста. Это показывает этих человек? Мы совершили большую ошибку. Назови мне хоть одну причину. Этот оттелок, который посолили? Для мозги прямо сейчас. Мы все осознали. Мы хотим вернуться. Ваше было трое. Они... Они убили п***а. Вот черт. Это мое на вами точно не понравится. Впустите, пожалуйста. Нам больше не надо идти. А сенёй, по-моему, это кто-то другие. Так, дай-ка мне подумать. Гришань, сходи за майором. А зачем? Ситуация сложная. Из него не решим. Хорошо, сейчас буду. Может вы нас хоть внутрь пустите? А то эти зубы могут прийти... Кто такой? ...в какую минуту? Нет, то что... Прям реально вспоминает с вами. Я жду эти тут и ждите. О, кто таков? Слушай, Роза, а мне нравится, как ты готовишь. Может, ты чаще будешь мне помогать? Да, Виталий, мне нравится этим заниматься. Какого хрена? Что? Чёрт, что это за рука? И куда пропал Костяна? С ним, наверное, какое-то дерьмо приключилось. Да это и так понятно, Виталий. Роза, что? Что нам делать? Что нам делать? Так, Виталий, без паники. Сейчас я пойду за камерой и посмотрю. Короче, чё я заметил, у тёлок из бункера какие-то реально стальные яйца. Потому что... Ну, в сравнении с Виталиком как минимум. Потому что Виталик начинает как сразу при первой возможности, при первой какой-то херне паниковать. Типа, о, блин, что же нам делать? Что же нам делать? Какая-то херня, нам всем конец. А тёлки прям начинают такие... Так, тихо, успокойся. Короче, берут такие в руки ситуацию. Да, и такие... Успокоился! Типа, сейчас придумаем, что делать. Трюс запись, а ты... Ну, реально, то, что не хватало в бункере, это крепкой и женской руки. Принеси оружие и броню. Пойдём его искать. Хорошо, Роза. Роза, ты куда он пошёл? Что Саша, вот реально, что Роза. Он не просто побежал в лес, он побежал за Волчиком. Что? Ну, Волчик же был Сашей. Реально, какие-то бойбабы. Похоже, с ней что-то случилось, и поэтому Костян побежал к ней на выручку. Чего? Тогда нам вообще не надо терять времени. Роза, веди. Братан, я тебе ядрён, Батон, что с тобой произошло? Боже, видимо, он без сознания, нужно отнести его в больницу. Так, что у вас тут за ситуация? Майор, пустите нас обратно, мы будем работать. А, вы вернулись? А я говорил вам, что не стоит идти в эту церковь, а теперь вы потеряли одного из нас. Надеюсь, вы довольны собой. Простите нас, майор, простите. Хотя нет, по-моему, это кто-то другие. Ну что, нашли вы эту свою лучшую жизнь? Хорошо, я позволю вам вернуться, но в качестве наказания вы должны будете отработать две недели в шаппе. Или нет? Спасибо, майор, спасибо, всё, что вы скажете. Но я всё же не монстр, так что сегодня и завтра побудете со всеми. Со своими друзьями и с теми, кто здесь остался. И можете предупредить их, что на две недели вы отправитесь в шахты. Всё, пойдёмте. Спасибо вам, майор, спасибо, спасибо. Так, ребятки, сдаём оружие, которое у вас при себе. Мы безоружные. Тогда пройдите через рамку. Всё, сидите тут. Сейчас я попрошу, чтобы вас накормили. Купецов, Кирюха. Да, майор? Накорми этих беглецов, они везулись. Нас в школе даже хуже было. А где малой? Мы же с ним часто в футбол играли. Тут такое дело, Кирюх. Понимаешь? Малого эти сектанты прибили. Вот чёрт, жаль, Малого. Майор, если будет возможность... А, это тот чувак, да, которого просто Кирюха застрелили. Хорошо, Кирюх. Я подумаю. Ну, а пока накорми этих двух. Так, а что тут у нас? Я Сашенька. Что, херня? Что здесь произошло? Кажется, здесь была какая-то заварушка. Волчик, 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 иди сюда. Здесь Саша была, да? Волчик, давай, дружок. Ты должен отследить её по запаху. Ну же, ну же, давай. Мы ещё можем её спасти. Куда её утащили? Давай, 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 волчик, давай. А, ну вот следы есть, да? Коу хрена? А что, если её сейчас в церковь потащили? Что за дерьмо здесь случилось? По следам детей. Похоже, здесь была какая-то потасовка. Хорошо, Роза. Я посмотрю за дерьмо. А ты посмотри здесь. Да вот же следы, ну... Это похоже на гильзы от дробовика. Виталий! Что, Роза? Я тут нашла гильзы, они ещё горячие. А у меня тут какие-то следы. Похоже, нам придётся разделиться. Я пойду в эту сторону, а ты в ту. Встречаемся здесь через два часа. В чём тут следы, Алло? Хорошо, а если один из нас не придёт? Если кто-то из нас не придёт, то второй пойдёт в его сторону. Хорошо. Хотя, блин, хрену знает. Какие следы тут верны? Да, в принципе, с ним будет всё хорошо, у него лёгкое сотрясение, и через несколько часов уже очухается. Ну, а в худшем случае завтра вечером. Фух, доктор, ну, я тогда, наверное, пойду, если будут какие-то новости, то найдёте меня, хорошо? Да, 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 без проблем. До скорых встреч. До удачи. О, приветствую вас, товарищ майор. Гречен, а ты что здесь делаешь? Да вот тут, одного из наших, кто-то гитарой по голове огрел. Так, и где это произошло? Да вы не поверите, прямо, блин, у него в комнате. Я к нему захожу, еды хотел снести, а он на полу лежит. Да ещё я посрался. Что? А посрался? Да ладно вы, товарищ майор, я просто так шутканул неудачно. Так, а кого огрели? Кто пострадавший? Ну, помните того парня, который нас на совещании отвлёк? Мишаня вроде зовут. Вот чёрт, кажется, я догадываюсь, что произошло. Давай, быстрее за мной. Так точно, майор, введите. Аааа. А где тот чувак, который его огрел, собственно, гитарой по башке? Послушайте меня все вы. Я принесла сюда благую весть. Майор не верил словам падра, но поверит. Всем вам будет дан шанс вновь услышать его слово и вступить в церковь возрождения. Как святой отец воскрешает мёртвых и даёт им жизнь, так и святой сын дарует жизнь тому, кому пожелает. Чё за хуйня? Чё, они типа убили сами себя, что? Чё за хуйня? Типа они... Ну... Ну да, короче, это прям сектанты лютые. Кажешь, пятёрка, ну типа злодей как бы играет. Но я слышал об этом. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не напрягайся ты так. Всегда тебя здесь никто не услышит и не найдёт. Ха-ха-ха-ха. Вот чёрт, что же это делать? Какого хера? Я думаю, это нормальные какие-то челы. Прямо сейчас в телеграм-канале вас ждёт опрос, в котором вам предстоит решить, как поступить нашим героям. Стоит Константину прямо сейчас ворваться в дом, пока никто этого не ожидает, и попробовать спасти Сашу? Или же подождать лучшего момента для нападения? А также, как поступить к Кириллу? Ведь бывшие сектанты уже превратились в зомби. Попытаться ли ему выбить из них всё дерьмо под носом? Или же закрыться на кухне? А может попробовать выйти через окно? Выбор как всегда за вами. Голосуйте в телеграм-канале по ссылке в описании. Я сейчас немножко сон, но у меня мозг не особо шарит. Сложные какие-то выборы. Ну, я думаю, своё экспертное мнение, да, высказываю, хотя оно нахер никому не нужно, но тем не менее. Так, 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 так. Наверное, стоит, короче, подождать лучшего момента, Костяныч, а тому челу закрыться на кухне. Вот всё. Так, немножко инфы, немножко инфы для тех, кто досматривает эти ролики до конца. Мои реакции, да, таких немного, но тем не менее, чуваки, такие есть. И за это респект вам. В общем-то, были небольшие такие вот перерывчики, пару деньков, да, по одной серии бункеров в день всего лишь выходило, ну, вместо каких-то других роликов. Типа, потому что бункер вы активнее всего смотрите, поэтому, чуваки, выкладывал его. Были просто некоторые проблемицы, значит, занят был, снимал для вас крутые видосики, которые выйдут где-то через неделечку-две, вы их увидите, собственно, с монтажиком. Да, прикольно, что-то такое новенькое, необычное, поэтому ждите, это так, инсайт для вас. В общем-то, да, были всякие еще там другие дела, поэтому, чуваки, немножко не до видосов было, но, тем не менее, с завтрашнего дня, получается... А, ну, в принципе, да, камон, я этот видос снимаю 13-го числа, получается, он выйдет завтра, то есть уже с завтрашнего дня, с 14-го, получается, с сентября, да, видосы войдут в обычный, по сути, график, самый-самый мой изначальный, такой дефолтный, да, по 2 серии бункера в день, в 12.00 буду... Ну, я, наверное, немножко перемещу, типа, смещу время, буду выкладывать, наверное, на час позже, то есть не в 12, а в 13.00 теперь серии, потому что у вас все-таки у многих школа началась, и типа в 12.00, но это еще рановато, чуваки, вы еще многие в школе, и просмотры там маленькие идут в первый час, поэтому лучше-лучше сместить все-таки расписание. Короче, да, серии теперь будут выходить в 13.00 по московскому времени непосредственно, и, ну, давайте, наверное, в 5 вечера, ну, в 4-5 вечера, вот, вторая серия бункера будет выходить, теперь прям уже точно постоянно, и что еще? Ну, еще по 2 ролика где-то я буду дропать также плюс к бункеру каждый день, и, в общем-то, да, чуваки, короче, за неделю по моим подсчетам, за неделю где-то, ну, там чуть больше недели, мы уже с вами, собственно, досмотрим бункер целиком, и будет вообще классно, потому что это моя такая задача, и уже после бункера будут выходить там новые крутые видосяны, ну, в параллель там с дефолтными реакциями, короче, чуваки, ждите, будет скоро куча всякой годноты, поэтому если ты еще не подписан, дружище, то не забудь подписаться на канал, поставить лайкос этому видео, потому что они помогают продвижению, как это ни странно, и напиши любой комментарий от 4-х слов, потому что это тоже способствует продвижению роликов, там, алгоритмы Ютуба сложные вся эта тема, но так это дерьмо работает, поэтому как-то так, ладно, друзья, буду на этом заканчивать, с вами был Фин, подписывайтесь, там, ставьте лайки, но я уже это все сказал, в общем, друзья, всем удачи и всем пока!